Всем привет! Вы смотрите рубрику ТОП-5 горячих новостей. И с вами я, Ника Берри. Почему Даня Милохин покинула ледниковый период? Валя Карнавал, свадьба или пиар? ТОП-5 артистов Зиверт, Баста и многие другие. Почему Диана Гурцкая сняла очки? Что произошло с Тамарой Гварцители? Новость номер один. Смотрите, не пожалеете. В прошлом году известный тиктокер Даня Милохин решил покорить не только интернет-аудиторию, но еще и телезрителей. Чтобы пойти на шоу ледниковый период, он впервые встал на коньки и вкладывался по полной. Также изменился его образ жизни. На тренировках и выступлениях Даня продемонстрировал свой талант, трудолюбие и упорство. В паре с Даней Милохином была двукратная чемпионка мира по одиночному катанию Евгения Медведева. Она не меньше тренера вложила в его успех, научила почти мастерски держаться на льду и быть более артистичными. Каждый выпуск ледникового периода с их участием вызывал у зрителей и судей восторг, и фанатов этой пары становилось все больше. Однако кумир молодежи в своем блоге выпустил такое заявление, от которого у всех были крайне негативные эмоции. Без лишних предисловий, Даня Милохин выпалил своим подписчикам, что бросил это шоу и уехал со своими друзьями в Арабские Эмираты. Автор проекта «Ледниковый период» Илья Авербух подтвердил, что блогер принял решение покинуть шоу. А Женя, похоже, восприняла поступок бывшего партнера как самое настоящее предательство. Поклонники заметили то, что Евгения Медведева отписалась в соцсетях от Дани. А как вы относитесь к решению Дани Милохина? Новость номер два. Такого вы еще не слышали. Печальные новости для поклонников певицы Тамары Гварцители. Сначала стало известно о смерти ее мамы, 83-летней Инны Кафман. А теперь тревогу вызывает и здоровье самой артистки. Певице было очень тяжело перенести в ход любимой матери. Тамара Михайловна попала в больницу. Врачи говорят то, что о выступлениях можно забыть. Но наша программа желает ей скорейшего выздоровления. Ну а третья новость совсем удивительная. О ярких представителей шоу-бизнеса вы узнаете из этого выпуска. Юля Зиверт уникальна. Она этакий молодежный консерватор. Вроде бы новая звездочка. Фрешман с битами, компьютерной обработкой голоса и прочими фишками сегодняшних поющих блогеров. Но в то же время ее песни заходят во взрослые аудитории. Она производит впечатление думающей артистки, а не случайно залетевшего в тренды блогера. Баста. Он относится к тем артистам, которым не обязательно постоянно выпускать хиты. Таким багажом, как моя игра, Сансара, Медлячок, можно еще очень долго ехать без нового материала. Баста – это бренд, один из топов нашего шоу-бизнеса. Шаман. За счет своего патриотического материала он в обоиме. Он очень востребован и очень современен. Однако я не знаю, что делать на день рождениях или свадьбах под его песни. День полиции, день города. Да пожалуйста, я бы сравнила этого артиста с Олегом Газмановым. Полина Гагарина. Ее песни пяти-десяти летней давности не стареют, как будто они только вчера появились. Это редкий дар, как будто артист выпил эликсир молодости. И поэтому, несмотря на бешеный ценник, Полину стабильно зовут на корпоративы. Она в первом эшелоне. Анастасия Годунова. Творчество юной звездочки не осталось незамеченным. Ее творчество оценил сам Байгали Сиркебаев, создатель группы А-Студио. Классный трек. Такого уровня музыкальных работ у нас очень мало. Поделился артист своим мнением о творчестве юной артистки в соцсетях. Ну что, дорогу молодым. А вам нравится творчество Анастасии Годуновой? А четвертая новость поразит всех. Диана Гурцкая решилась на эксперимент со стилем. Певица примерила провокационный наряд и яркий макияж. Исполнительница хита «Ты здесь?» от рождения слепая. Но это не помешало реализовать свой талант. Певица доверилась известному фотографу Квичи Хварцехелии и его креативной команде. Они кардинально преобразили Диану. Поп-звезда представилась в дерзком кожаном костюме с цепями, заклепками и обнаженной спиной. Стилисты собрали волосы звезды, высокую прическу и сделали яркий макияж. Артистка также примерила более женственный наряд с прозрачной тканью. Образ завершили черная шляпка и перчатки со стразами. Диана выглядела роскошно. В таком виде ее даже невозможно было представить. А как вам образ Дианы? Оставляйте свое мнение в комментариях. Ну а сейчас пятая новость. Обязательно досмотрите ее до конца. Недавно Валя Карнавал поделилась с радостной новостью. Она начала готовиться к свадьбе и уже выбирает свадебное платье. Некоторые поклонники даже начали подозревать, что у Саши Стоуна и Валя Карнавал есть какой-то контракт. Но вот в чем вопрос? Зачем же тогда они довели отношения до такого серьезного шага? В любом случае остается лишь только гадать, настоящая это любовь или пиар-роман. Все станет ясно, когда пройдет время. А пока желаем Вале Карнавал найти то самое платье, в котором она будет чувствовать себя королевой. Подписывайтесь на наш канал до 17 и старше, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Вы смотрели ТОП-5 горячих новостей. И с вами была я, Ника Берри. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok